Приморский край и Корейская народно-демократическая республика намерены развивать сотрудничество в сфере спорта, туризма и культуры. Первая делегация из КНДР посетит дальневосточный регион уже через несколько дней, чтобы наметить конкретные шаги по расширению взаимодействия. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора края Олега Кожемяка и председателя Народного комитета города Расон Симчон Ира. Печа, которую мы ждали много лет и по причине эпидемиологической ситуации, конечно, наши контакты были прерваны. И сегодня мы вновь открываем новую главу в наших отношениях культурных, спортивных, туристических, отношениях гуманитарных. Поэтому это наступает новое ваше взаимоотношение, основанное на договоренности лидеров наших государств. Это президент России Владимир Владимировича Путина и председателя государственных дел в вашей стране товарища Акимченко. Руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков рассказал, что российская сторона заинтересована в налаживании железнодорожного пассажирского сообщения с корейскими партнерами через реку Туманган. Это позволит организовать туристические обмены между сторонами. Также во время рабочего визита в Хиньян глава края Олег Кожемяка договорился об участии юных спортсменов из КНДР в международных играх «Дети Приморья». Олег Кожемяка заявил, что Приморский край будет очень рад приветствовать юных спортсменов из КНДР. Большая честь принять ребят от вас, от вашей страны. Это будут первые соревнования, где будут участвовать дети после многолетнего перерыва. И безусловно, «Дети Приморья» как раз служат для вне детей, для поднятия спорта, для укрепления дружбы. Поэтому предлагаю закрепить первый знак здесь, на нашем флаге «Дети Приморья», как символ тех стран, кто будет участвовать в этих международных детских играх. В знак скрепления договоренностей Олег Кожемяка и Пэхин Окха разместили герб КНДР на флаге игр «Дети Приморья», куда в дальнейшем будут помещены государственные символы всех стран-участниц предстоящих международных соревнований.